Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Наступило лето! Это и без нас все знают. Миновал День защиты детей. Тоже не новость. Кстати, всех с праздником! Взаимно. А сегодня отмечают Всемирный День Бега. И если придется убегать, то делайте это с удовольствием. А еще в России отмечают День Здорового Питания и отказа от излишеств в еде. Ой, как не вовремя. У меня дома гора пирожных и диван с телевизором. Такой приятный вечер был бы. Нет, советую прогуляться. А лучше пробежаться. Сезон здоровья открывается. Мы готовы принять бой. Главное, чтобы он был не на шпагах. Да вызову еще два анонса. Так что выдохни. Первый анонс. Объял необъятное. Необъятное. Смотря что необъятное. Необъятное бывает дерево. Секвоя, например. Ее можно объять только большой компанией. Ну, очень большой. Отсеиваем. А может это просто тот, кто слишком много ест? Тогда объять его будет крайне сложно. Но возможно. Объять необъятное. Ну, если честно, то так говорят про того, кто все успевает. Ой, ну не режь по-живому. Мама с утра дала список. Все надо успеть. Вот видишь, сейчас расскажут, как это сделать. Какого ученого можно сравнить с Леонардо да Винчи? Не знаете? Николу Тесла, ученого сербского происхождения. Только запатентованных изобретений, изменивших инженерный мир, у него было более 300, а всего насчитывается более тысячи. Его изобретения легли в основу современного энергоснабжения. Он открыл принципы робототехники и двигателей на солнечной энергии. Его считают создателем компрессора, промышленного вентилятора, водяного насоса, электросчетчика, частотомера, автомобильного спидометра, люминесцентных ламп, электрических часов и приборов электротерапии. Он усовершенствовал паровые турбины, занимался разработкой локомотива, летательного аппарата, автомобиля на электрическом двигателе. Он спорил и конкурировал с Томасом Эдисоном, да, тем самым, который придумал лампочку. Томас Эдисон выступал за использование постоянного тока. Имя Теслы же связано с изучением переменного тока, который современники ученого считали непригодным для широкого использования из-за однофазности. Тесла доказал, что переменный ток может быть многофазным, и создал на его основе двигатель и генератор, который использовался при строительстве самой крупной по тем временам электростанции – ГЭС на Ниагарском водопаде. Война токов Эдисон-Тесла шла более ста лет, продолжившись и после смерти ученых. Сегодня изобретение Теслы используется повсеместно для генерации и энергоснабжения домов. Одно из самых зрелищных изобретений – катушка Теслы и до сих пор пользуется успехом на различных шоу. Тесла создал ее для экспериментов с высоковольтными зарядами, проще говоря, она создает молнии. Тесла предсказал появление интернета и современных гаджетов. Прообразом можно считать проект «Башня Ворденклифф» или «Башня Теслы», суть которой – в использовании природных частот для передачи энергии и массива данных. Говоря современным языком – беспроводная коммуникация и беспроводная передача энергии. В идеале проект мог дать доступ к поставкам электричества из воздуха или из эфира, что могло разорить энергетиков. Говоря о беспроводной передаче, Тесла заявил, что когда проект будет завершен, бизнесмен в Нью-Йорке сможет диктовать указания, и они немедленно будут появляться в его офисе в Лондоне или в любом другом месте. Он сможет со своего рабочего места позвонить любому абоненту на планете, не меняя существующего оборудования. Дешевое устройство по размерам не больше, чем часы, позволит его обладателю слушать на воде и суше музыку, песни, речи политиков, ученых, проповеди священников, доставляемые на большие расстояния. Таким же образом, любое изображение, символ, рисунок, текст могут быть переданы из одного места в другое. Миллионы таких устройств могут управляться единственной станцией, однако важнее всего этого станет беспроводная передача энергии. Сегодня беспроводная передача данных – обыденность, а тогда работы Теслы были приостановлены. В 1931 году ученый продемонстрировал машину с двигателем переменного тока, заявив, что она может разгоняться до 150 км в час и передвигаться без зарядки неделю. Его изобретение было встречено насмешками современников, чертежи двигателя не сохранились. Но сегодня электрический автомобиль заслуженно носит его имя. Слава ученого связана и с невероятными экспериментами по телепортации. Но чем они завершились, мы уже не узнаем. Свой архив он сжег, заявив, что человечество пока не готово к величию моих изобретений. По-моему, Тесла перевыполнил объем дел, предназначенный как минимум для десятка человек. Да, теперь нам, друзья, стыдно будет пасовать перед домашкой по математике. Да. Так, второй анонс. На редкость собраны. И кто это? Наверное, солдаты в армии. Они всегда собраны, все делают по команде и очень быстро. Им не надо по сто раз повторять, как говорит моя мама. Да, на редкость собраны. Пазлы на три тысячи штук. Редко кто их собирает до конца. Обычно доходят до середины, а дальше паника. А я бы все собрала. Ну вот честно. Все так говорят, пока не попробуют. Так, на редкость собраны. Волосы. А что тогда значит на редкость? Редкие волосы, что ли? Да нет. Я думаю, что или кто-то ходил лохматым, а потом привел себя в порядок. Или волосы как-то странно собраны. Необычно. А может, это лошадиная грива, например? В первый раз такое вижу. Опять дождь? Ну где же, ну где же оно? Долгожданное жаркое лето. Время шлепок, мороженого, солнечных очков и афрокосичек. Ну конечно, именно лето мы можем дать волю творчеству и разнообразию. И начудить у себя на голове что-то такое. А может быть такое или даже вот такое. Главное не перестараться. Кстати, в древнем Египте с такой прической вы бы тоже считались модником. Ведь именно здесь, много веков назад, она и была придумана. Египтяне даже делали парики с заплетенными косичками. Такой аксессуар считали не просто украшением, а своего рода амулетом, который защищал от недугов. В косы часто вплетали ленты, перья и другие украшения. Но плетение афрокос на настоящих волосах было целым ритуалом. Во время этого процесса древние, назовем их парикмахеры, произносили разные заклинания для защиты от злых духов и привлечения удачи. Популярные афрокосы были и в других странах. Только вот делалось это чаще не для красоты, а в целях безопасности. Ведь косички – отличный способ защитить голову от солнца. Особенно, если сделать подходящую прическу. Сегодня разнообразию афрокосичек нет конца и края. И речь не только о цветовой гамме. Это уже не экзотика. И люди, у которых мало времени, решаются на такой эксперимент с прической. Кстати, уход за ней ничем не отличается от привычного для нас – шампунь и вода. А вот расческа больше не понадобится. И средства для укладки тоже. И такую прическу можно носить больше месяца. Это, конечно, самый главный козырь. Но когда волосы отрастают, прическу стоит обновить. Что особенно приятно, афрокосы можно украсить. Для этого и предназначены вот эти цветные пряди. Называют их каникалон. Сделаны они из морских водорослей, практически невесомы и не портятся от косичек. Носить их совершенно безопасно, но только в том случае, если у вас нет проблем с кожей головы. Так что будьте осторожнее. Классические афрокосички плетут вручную. Всего на голове их может быть от сотни до двухсот пятидесяти штук. Так что, если вы вдруг решитесь на такую красоту, нужно учесть, что процесс ее плетения длится два, три, а то и четыре часа. А теперь детальнее рассмотрим, какими же бывают афрокосы. Классические. О них я уже говорила. Далее косички по-французски. Или брейды. Их особенность в том, что плетут такие косы вплотную к коже головы. Тут, как видите, просто огромное поле для экспериментов. Пони тайл. Нет, к лошадкам эти косички не имеют отношения. При таком плетении кончик косы остается незаплетенным. А теперь зизи. Один из самых популярных сегодня видов. Кстати, вплетаемые в косы пряди можно использовать повторно. Так что можете их сохранить и для следующего лета. Одни из самых необычных сенегальские косички. Выглядят как маленькие жгутики. Соответственно, и заплетают их способом перекручивания двух прядей между собой. В общем, видов этой необычной прически очень много. И убедиться в этом вы можете не только благодаря нашей передаче, но и просто выйти на улицу. Кстати, еще один повод отправиться на прогулку. В познавательных целях. Красиво, удобно. Но надо привыкнуть. И дождаться жарких дней. А пока до Африки нам далеко. Лето прохладное. Где моя душегрейка? А научиться так плести волосы можно по мастер-классам в интернете. Интересно, кто согласится 4 часа сидеть и ждать, пока ты научишься? Ведь еще неизвестно, что получится. А давай вместе. Ты меня заплетешь, а я тебя. Нет, вопрос, конечно, хороший. Но я подумаю. Так, нас заждался следующий анонс. Вызов. Дуэль, что ли? Или же это красная помада и красные туфли. Или рваные джинсы и кроссы вместо школьного дресс-кода. Или же это что-то сложное. Например, для спортсмена новая дистанция. Для обжора 5 гамбургеров по акции. Стоп, у нас же сегодня день отказа от излишеств в еде. Не провоцируй. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»